В регионе стартовал садоводческий сезон. В первые дни мая люди массово отправились на свои участки. В этом году они вынуждены соблюдать дополнительные меры безопасности, держать дистанцию и носить защитные маски. За началом дачного сезона в новых условиях наблюдал Павел Игнатьев. Начало садоводческого сезона в этом году откладывать не стали. Главное условие – соблюдение всех норм безопасности. Перед выходом на линию автобусы проходят тщательную дезинфекцию и только после этого отправляются в рейс. Строгие правила касаются каждого пассажира. Например, добраться до участка без защитной маски не получится. Садоводов просто не пустят в салон. Не теряют бдительности и на самой территории СНТ. В будку для оплаты услуг вход строго по одному. Так, инструкция, ознакомьтесь, пожалуйста, но я вам все равно дам с собой памятку. После зимней паузы садоводы спешат проверить земельные наделы. Путь до СНТ «Елочка» – тернистый ухабист. Вот уже много лет люди добиваются укладки новой дороги. Мы это все об этом говорим. Вроде бы на этот год запланировано на эту дорогу 800 метров. Полтора миллиона выделяют денежные средства с города, чтобы их более-менее привели в порядок. Привезти подъездные пути в нормативное состояние должны уже в этом году. Городские власти обещали отсыпать дорогу щебнем. Добраться до своего домика – задача минимум. Для полноценного комфорта дачникам нужны и другие условия. В садовое товарищество «Елочка» входит больше 200 садоводов. Многие из них не бросали свои участки даже в самые тяжелые годы. Судя по всему, сейчас количество активных садоводов только увеличится. В СНТ возвращаются благо цивилизации. Срезанные в лихие 90-е провода возвращаются на линии электропередач. Несколько лет назад садоводы решили, да будет свет. И он действительно появился. У нас в итоге 256 участков, а обрабатывает 140. И вот на 110 все равно надеемся, когда все узнают, услышат о электрификации, люди будут возвращаться. Потому что инфраструктура – это самое важное, я думаю. Те, кто уже вернулся, облагораживают свои участки. В грядке засыпаются семена, на клумбах распускаются первые цветы. Старания дачников обещают поддержать и региональные власти. В их планах создать здесь условия не только для работы, но и для полноценной, комфортной жизни. Мы будем считать у себя это, как своеобразно, такой вот населенный пункт. Отсюда будут, так сказать, постепенно, все стандарты жизни по населенному пункту сюда тоже будут прижаваться. Как и во всех населенных пунктах, безымянных улиц в СНТ скоро не останется. Каждая получит свое благозвучное название. Вместо анонимных переулков в товариществах появятся свои урожайные, цветочные и плодовые. Павел Игнатьев, Дамир Губеев, Юрий Тимонин. Вести. Ульяновск.